Всем привет, с вами Игорь и сегодня посмотрим как работает мой солнечный коллектор Сейчас как видите солнечно солнце светит прямо на коллектор под углом вот по этому вот штырю видно что под углом 90 градусов как раз вот так вот он у меня вертикально стоящий мой коллектор вон он, видите не знаю, наверное слышно как вентилятор шумит даже сюда слышно он у меня под поликарбонатом, как видите солнышко светит, где там солнышко где-то там, вон оно и все работает а, сейчас сейчас у нас середина ноября точнее 16 или 17 16 или 17 ноября вот точно не помню вот, и сейчас пойдем посмотрим сколько же такой коллектор ну, кто может быть первый раз зашел на мой канал то это коллектор солнечный 6 метров квадратных то есть 3 секции по 2 квадратных метра метр на 2 ну, там получается листы металла оцинковки метр на 2 и уже из этого ну, вообще удобный такой размер метр на 2 вот, и эти 3 секции потом я их там по частям туда ее вытаскивали мы и соединяли там переходы между ними вот, ну, смотрите там у меня есть плейлист оставлю ссылочку на плейлисты на всю свою альтернативу и на коллектор солнечный и на тепловой насос панели, ветряк заходите, смотрите ну, сегодня у меня про коллектор именно как он работает 17 ноября вот, что интересно так, ну, сейчас идем а, температура на улице сейчас так, температура где-то у меня тут градусник был вынес вот, что у нас сейчас на улице 3 градуса я не знаю что он показывает 3 я тут за домом видел, еще лежит с вечера с вечера ой, с утра так и не растаял иней о, ну, он показывает 3 может, где-то 3 там где-то в тени то я видел лежит да наверное ниже нуля как-то так получается так, ладненько идем смотреть какая температура в доме ну, что я уже тут замерз так, вот мы возле уже моего терморегулятора китайского и что у нас там показывает о 47,5 градусов о ну, температура немного прыгает ну, вот только что когда я собирался видео снимать то было 48 и 9 ну, почти 49 градусов уже начинает падать наверное уже солнце понемногу движется на закат уже ближе к 3 часам хотя у меня коллектор повернутый как бы немного на юго-запад да, на юго-запад он у меня смотрит и вот сейчас мы видим в коллекторе на выходе с коллектора там у меня датчик стоит как раз в трубе прямо на выходе 47 и 4 ну, немного там плюс-минус она чуть-чуть туда-сюда там 3-4 десятки вот вот здесь у меня выход воздух дует о-о-о воздух тут дует классно вентилятор то, что надо кстати привет Владимиру с Харькова это он мне подарил этот вентилятор улитка вот у меня есть обзор этого вентилятора я вот так вот ДВПшкой разделил вот этой вот как бы две трубы вот это вот всасывающее это выбрасывающее ну, чтобы оно типа как бы короткого замыкания не было чтобы вот это вот сюда как бы уходило тепло в сторону а оттуда вобралось эту трубу более прохладное с дома тепло ну, дует тут классно я вам скажу таким воздухом теплым даже я бы сказал горячеватым таким гэгэ ляпота да вот только что вы сами увидели как работает мое солнечное отопление и еще раз хочу сказать это в середине ноября когда вот у нас уже ночью сейчас морозы уже пошли вот и даже днем днем около нуля градусов вот там я градусник показал плюс 3 но это я только вынес он наверное еще не успел остыть а я вот за домом был то там даже на траве и не как с утра так лежал так он и лежит то есть даже местами оно и не размерзло то есть днем очень холодно вот у нас уже не знаю как у вас но вот солнечный коллектор в доме сейчас у меня я не знаю я градусник только занес когда он нагреется ну градусов 24 где-то 25 плюс еще панели солнечные греют выдают там сколько там где-то киловаттика 3-4 выдают они вот коллектор солнечный ну коллектор это вообще это вообще это ну я очень рад как он работает ну это это вообще это ну если сравнить вложения капиталовложения например солнечные панели и с коллектором и по теплоотдаче по эффективности то конечно же коллектор это вне конкуренции это намного лучше чем солнечные панели но солнечные панели они тоже по-своему хороши они работают и когда нет солнца они какую-то там электроэнергию все-таки выдают хоть немного но выдают плюс эту электроэнергию можно использовать например для электроплитки варить еду там электрочайник то есть вид энергии более универсальный поэтому как бы надо и то и другое потому что надо электрическая энергия и тепловая но коллектором я своим очень доволен он нагревает просто на ура даже вот такой вот короткий день вот и он там работает буквально ну я не знаю сколько там часов ну немного часов но тем не менее я же говорю такой мощный поток вот ну этот вентилятор я же говорю мощный и 50 градусов я даже ну вообще-то я не ожидал от вентилятора такого прыти я хотя с другой стороны думал что он и будет ну больше остывать ну мощность коллектора короче можно было бы даже еще больше вентилятор мощнее ставить чтобы доводить там ну я не знаю градусов 40 так 35 до 40 вот так градусов это еще был бы даже больше кпд моего солнечного коллектора но уже может быть может быть когда-нибудь я еще поставлю такой же вентилятор типа два спаренные так у меня как раз там получается так труба колена выходит просто колено это на вентилятор такое колено сверху канализационное то можно будет просто тройник канализационный да снизу и на одну сторону один вентилятор на другую второй и вот так вот потом чтобы они сходились в одну в вход коллектора два вентилятора я думаю они бы даже еще лучше продували коллектор и повысилось кпд моего солнечного коллектора ну вот что я хотел и показать вот что на середину даже уже за середину ноября солнечное отопление опять же рулит у нас почти каждый день солнце дни сейчас солнечные ну может быть уже начнет пасмурность я не знаю как она там будет прогноз вроде бы такой что уже солнца вроде бы меньше будет но сейчас пока что у меня получается даже если ну я уже тепловой насос включаю уже я по ночам включаю тепловой насос где-то так под утро вот там опускается температура где-то до 18 градусов и я себе пойду там включу хотя 18 это еще и нормально спать как раз то что надо вот ну где-то так если в процентном соотношении то сейчас солнце дает мне где-то процентов 70-80 и 20-30 тепловой насос ну в общем объеме тепловой энергии которая нужна моему дому где-то так то есть солнце пока что рулит вот опять же ну не знаю как будет дальше я же говорю если не будет солнца то да уже будет рулить тепловой насос потому что он возьмет на себя основную мощность там по теплообеспечению моего дома но сейчас пока что солнце рулит и я этому очень рад и очень доволен что вот такая бесплатная можно сказать энергия вот это там ну я не знаю это такой вот кипиш подняли вот этот газ подорожал дрова подорожали энергии полно солнечной смотрите вот она просто светит она тупо светит зря ее никто не использует ставьте коллекторы панели солнечные используйте эту энергию и все нормально будет без всяких дров, газа проблем денежных трат короче я же говорю что энергии вокруг нас море море надо ее просто научиться брать научиться брать а вот этого у нас как раз и не очень умеют о ну ладненько все что я хотел показать то что коллектор мой рулит солнечное отопление на середину ноября рулит и вполне себе может обеспечить дом ну зависит только я думаю от размера коллектора все зависит просто от размера коллектора вот мне говорили еще про теплоаккумуляцию чтобы как бы вот эту вот энергию с коллектора еще аккумулировать как бы и на ночь но я еще не знаю я еще не думал об этом как бы ее саккумулировать там по правильному это если бы он у меня водяной был то тут да проблем никаких не было но у меня воздушный солнечный коллектор и как эту энергию аккумулировать я не знаю просто воздушный он намного проще вот чем водяной ну там нет этих воды ничего не замерзнет ничего не протечет просто ящик там грубо говоря под прозрачным каким-то материалом нагреется си вентилятор дует ну все простейшая конструкция и вот настолько эффективная тем более сейчас актуально потому что такое вот время теплоносители дорогие тепло чем дальше тем дороже энергия дороже и дороже а вот тут вот такая вот дармовая солнечная энергия вполне может обогреть дом в середине ноября ну я я просто не то что в шоке ну для меня это как бы удивительно и очень интересно и радостно и приятно что такое может быть я вам это показываю чтобы тоже как бы не думали что вот солнце ноябрьская но не способна нагреть дома но вполне способна нагреть дом даже в середине ноября ну дальше я еще буду делать видео еще в конце ноября сделаю тоже видео такого плана способна ли в конце ноября солнце нагреть дом тоже это Я думаю, это интересно будет всем. Ну все, вроде все рассказал. Что кому не понятно, смотрите плейлисты, задавайте вопросы. Всем пока, до следующих видео.